Девушки отдыхают Я, когда мы последний раз были на даче, я сделал пару фотографий, вам покажет тот из моих друзей, кто будет монтировать, вот как 60 семей хотели взять участок, им это по гектару, вот, но взяли, оказалось, что они не могут построить даже там туалета, прошло два, кучу походов. В администрацию Шупшинского района и два суда. Проигрыш полный, этот участок превратился в кусок леса. Сотни лет люди помаленечку отодвигали лес. Поверьте, что здесь была процветающая дойка, здесь большое стадо коров послось. Трудно на этих 60 гектарах. Вот, и молоко было хоть за леса в советское время. Вот что мы имеем. Я поэтому, вот такие дети, да, должны расти в садах. Начнется настоящая учеба уже вас. Причем я избрал свои жертвы Дарью. Я хочу, чтобы у нас таких Дарью было миллионы, чтобы дети росли в садах. Для этого что я придумал? Друзья, я придумал серию фильмов, как я буду обучать ваших детей и внуков уже садоводству настоящему. Вот. А Дарья будет сидеть рядом со мной, и ее присутствие поможет в каком плане. Я буду обращаться к ней, и время от времени она маленечко соображает уже, сами понимаете. Возле Жерезова нельзя быть, это совсем уж неопытным садоводом. Но она будет играть роль 15-летней девушки. Именно девушки. Почему? Мальчике 15 лет садоводом не получится. Значит, пока не просмотрит фильм, не ответит на пару вопросов, ни в коем случае. Почему мы это вынуждены делать? Я объясню чуть позже, за компьютером. Удивительное дело, да? Жердель. И урожаи были такие, что не знали, куда девать. Говорят, сейчас те времена ушли. Украинцы, так же как русские, научились уничтожать деревья, иначе зачем бы мы сейчас снимали этот фильм. Веточка, привезенная мной с Украины, я провез через границу. Что получилось? Единственное дерево, с рекордным урожаем, один из годов. 23 ведра. Но и дерево молодое. Ему сейчас не более 16-18 лет. Именно на данный момент. И вот получилось так, что она у меня чудом, юг Украины, значит, европеец, сроднилась с подвоем, с манджуршем так, что ни о каком отторжении, ни о каких там сухих ветках, ни о короткой жизни речи нет. И она заняла 23 ведрами. Третье, четвертое место, потому что первое место мне держат патриарх манджурец, второе место держат королевский, третье, четвертое место держат пополам вот этот жердель и Артем с дикими урожаями. Может быть, не с рекордным еще урожаем. Но ставим, чтобы вы посмотрели, сказали, что я не болтун. И вот этот жердель на манджурце, по моростойкости, учитывая то, что были страшные зимы, я специально пару фотографий прошу вставить еще сюда. Это майские снегопады. Да, было снегопады, я уже путаю, 23 апреля, 22-23 апреля и 9 мая. По моростойкости оказалось после патриарха, опередив даже сыновей манджурца. Вот так вот. Видите, сколько я наговорил. Вот здесь вот уже вылезла, вылез корешок. Вон у того вылез корешок. Ну, часть, конечно, больше спит еще. Для чего я учу Дарью? Вот, я ее учу, если у нее действительно получится учеба, все-таки садовод важнее. Не важнее, но ужнее на данном этапе. Вот. Я надеюсь, ко мне не придут с инспекции за то, что я ребенка заставляю работать. Вот. Может быть, все-таки поймут важность того, что есть труд в радость детский, а не труд по принуждению. Вот. И так у меня появляется помощница. Если она научится, тогда все, что я занимаюсь, перейдет в ее руки. И когда-то она, когда ей скажут, а кто ты такая? Ты же эта самая, еще зелененькая совсем. Разве можешь ты заменить железово? А вот. Ну, не такая уже зелененькая. Провести в моем саду десятки лет из 25, это что-то значит. Я хочу, чтобы вместе с ней научились еще, нет, не тысячи. Нет, а сотни. Тысяч. Детей. На несколько минут сел за компьютер, нашел фотографию. Вот. Вот. Вы думаете, я заставлял его кушать эти абрикосы? Я сам в детстве так переел, что до сих пор я их не ем вообще. А о том, что они вкусные, узнаю от других. Случайно. Саженцы еще не продавал. Вот. И вот это вот дерево оказалось в центре внимания случайно. И мне очень сложно. Мне испортили на Украине вкус. У каждого вот по такому дереву, обычно по одному, и не видны урожаи. Это Украина. Это Хельсонская область. Это Береславский район. И вот, значит, каждый не жалеет сахара, хотя жили очень бедно в деревне. Боялись выпустить такой урожай. И каждого погреба от 50 до 100 закаток абрикос. А есть их никто уже не мог сами. Я хочу, чтобы такие абрикосы росли у всех. Сейчас у меня стоят три банки в холодильнике. Странсированные абрикосы. Там перемешку с сырым песком. Она играет. А мы делаем вид, что она работает всерьез. А вот это ее мама. Дарья Александровна. Тема у нас какая. Итак, абрикосы под названием жердели. Они из Украины. Они должны были проснуться. Я их поставил, зная эту особенность, чтобы не подвести клиентов, я их через месяц после всех. То есть, когда все были, последние абрикосы, манджурцы, культурные, любые, были тренированы, помещены в сыром песке в холодильник. Это было в середине февраля. Прошел март-апрель. И сейчас, почему мы делаем эту съемку. Это месяцем позже. Жердели я делал специально месяцем позже. Я знал, что их будут брать, будут плохо брать. И они, второе, они должны были проснуться раньше всех. Все-таки в Херсонской области я привез веточку. И с нее пошел целый класс. Смотрите, как это здорово быть волшебником. С веточки. И сразу целый класс новый для Сибири. Итак, я на месте позже сфиксировал. И у них подходит время просыпания. На ваших глазах была целая банка высыпана. Ни один не проснулся. Вот. Манджурцы все проснулись. Жердели спят. И вот с болью судьбы они оказались никому не нужны. Здесь их штук 500. Во второй банке штук 500. И в третьей. Ни одна не проснулась. Ни одна. Даша, подтверди, что если твое увлечение с удовольствием станет профессиональным, ты станешь железом. Да, подтверждаю. Я хочу, чтобы у меня была целая геннадия. 14 апреля, это было вчера, значит сегодня 15. На полыну погрузил в воду. Сказал себе, зайдут или нет. В данном случае это ассорти абрикосово-манджурско. Так, ну, благодарю.